Впрочем, для всех, кто вакцинировался в первых рядах, уже пришло время ревакцинации. Ну, лично я здесь не исключение. Первую прививку сделала еще в декабре прошлого года, то есть до Нового года. И к лету антитела начали снижаться. И вот совсем недавно сделала повторную прививку. Зачем это нужно? Куда обращаться за вакциной? И какую выбрать? Ликбез от нашего медицинского обозревателя Анастасии Глебовой. Вероника Данюкова – главный бухгалтер в поликлинике. Ковидом не болело. Спутник ВИ помог. Как только Минздрав России разрешил ревакцинацию, обновила прививку спутником Лайт. Впервые я привилась в декабре 2020 года, когда только начали поступать вакцины в медучреждения, чтобы образовался иммунитет и не заразиться. В январе поставила вторую прививку. Вот сейчас решила ревакцинироваться, чтобы поддержать иммунитет. Ее начальник, главный врач Алексей Балашов, тоже привился повторно. Он уверен, личный пример даже в семье самый убедительный. Но у всех был страх. Мама, что возраст большой, уже целый набор заболеваний есть. Сын, потому что все это новое. И детский нигилизм подростковый он тоже имел место быть. Но сейчас на фоне примера сына, отца, это все приводит к тому, что идет доверие. Ревакцинация в России началась в июле 2021 года. Сейчас она доступна во всех регионах страны. В Санкт-Петербурге на вторую прививку горожан ждут во всех пунктах иммунизации. На сегодняшний момент у нас 1888 человек закончили повторную вакцинацию. Повторная вакцинация, она в настоящий момент у нас проводится по эпид-показаниям. То есть каждые шесть месяцев от момента либо предыдущей прививки, либо после того, как ты переболел. Такой срок выбран не случайно. Исследования показывают, через три месяца после получения первого компонента вакцины уровень антител падает в три раза. Через полгода в десять. Ученые говорят, это естественный процесс. Потому что невозможно в полной боевой готовности находиться все время. Если организм не сталкивается с этим антигеном, вроде он считает, что и не нужно поддерживаться в полной боевой готовности. Тело человека, конечно, встречу с ковидом помнит. За это отвечают клетки, которые называются Т-лимфоциты или макрофаги. Они распознают опасность и должны ликвидировать угрозу. Для этого после прививки или болезни запускают выработку антител к новому вирусу. Макрофаги бы справились, но ковид мутирует. Особенно опасен тот самый индийский или дельта-штамм. А дельта что делает? Она просто размножается в нашем организме гораздо быстрее. Производит такой большой вал вирусных частиц. И вот смотрите, если ваши антитела низкие, на таком уровне, предположим, а вирус к вам попал и он размножается быстро, то у вас клетки памяти пробуждаются и начинают делать ваши антитела. Их больше кожи становятся. Но вирус еще быстрее размножается. И если вирус победил в какой-то момент, то вам просто антитела не хватило. Как следствие, повторные случаи заражения, тяжелое течение болезни, многочисленные смертельные исходы. По сути, ревакцинация – это напоминание нашему иммунитету об опасности. Дополнительная прививка заставляет систему вырабатывать защитные клетки заблаговременно. Укол можно сделать любой доступной в России вакциной. Вне зависимости от того, чем человек был привит ранее. При аденовирусных вакцинах вначале было опасение, что их нельзя будет использовать повторно. Потому что иммунитет, когда на вирусу, тоже возможен. И иммунная система не даст повторно вакцине подействовать. Но оказалось, что это не так. Что векторная вакцина точно так же эффективна при ревакцинации. Записаться на ревакцинацию можно тем же способом, что и на первую прививку. Через портал госуслуги, в регистратуре поликлиники или по телефону пункта вакцинации. Кстати, проверять перед процедурой уровень антител не обязательно. А вот сдать ПЦР-тест можно в добровольном порядке. Одними из первых ревакцинацию прошли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Чуть позже и музыкант Максим Фадеев и актер Юрий Стоянов. А также олимпийская чемпионка Светлана Журова. Первая была спутник, сейчас это Кови-Вак. Все хорошо, у меня нет температуры, нет никаких симптомов. Уже вовсю занимаюсь спортом, веду активный образ жизни. Повторную прививку делают медики, военнослужащие, работники сферы обслуживания и журналисты. В их числе, конечно, сотрудники мира. В селе компания уже давно сформировался коллективный иммунитет. Привито уже 85% сотрудников. В программе «Вместе» – 100%. Ревакцинацию я делал вакциной «Спутник Майт». То есть это только один компонент. Повторно мне уже никуда ходить не нужно было. Перенес, собственно, точно так же, как и введение первых двух компонентов вакцины «Спутник Ви». То есть никаких обычных явлений не наблюдалось, никакого дискомфорта, никаких болей. Ревакцинацию необходимо пройти всем, кто уже прививался от коронавируса. Ведь от этого зависит формирование коллективного иммунитета в стране и в мире. Только тогда пандемия закончится. Программа «Вместе».